Всем здравствуйте! Смотрите, это Катя Мирошниченко, мизинчик. Да, сегодня у нас эфир посвящен работе с акригелем. Катя у нас в качестве модели выступает. Ну давай, мы тебя быстро покажем. Да, очень быстро. Сиди-сиди, сейчас мы тебе включим красивый фильтр. Чтобы я была похожа на всех, кто в инстаграм ведет прямые эфиры. Блин, люди с одинаковыми лицами. Слушай, можно вот так вот? Да, все равно. А, да? Да, вот так. Не знаю, да. Всем привет, здравствуйте. Еще раз напоминаю тему нашего сегодняшнего эфира. Крутой, кстати, Катя. Ты любишь? Класс. Тема нашего эфира – работа с акригелем. Будем моделировать ноготь. Катя, конечно, мне сейчас предложила сделать его за минут 35 максимум, за 30. При этом хотим мы смоделировать форму салонной пайпи, желательно длина единиц 6, так 7. Вот. Я постараюсь уложиться в тайминг, Катя. Ладно, давай делать тогда четверку. Хорошо. Будем тогда делать четверку. Долго не разговариваем, разворачивай. Долго не разговаривать наш экран. Катя, выключайся. О, как красиво. Красиво очень. Красиво очень. Работаем мы с акригелем. Для работы сегодня я выбрала акригель глаз. Это акригель прозрачный. Очень хорошо он будет держать арку поперечную. Мы им сделаем удлинение, им же и выстроим архитектуру по поверхности. Для начала при помощи евроклинсера мы обезжириваем ногтевую пластину. Я ее предварительно подготовила. Обращаю внимание на то, что длину свободного края убрала максимально. У Кати трамплинообразные ногти. Вот. Ну, насколько получилось. Видите, трамплинчики вверх растут. Прям по гипонихии, насколько получилось, я подняла. Следующим этапом наносим nail prep. Эта процедура у нас классическая, обязательная к выполнению при твердом гелевом моделировании, гелевом-акригелевом. Ногтевую пластину нужно посушить. Далее нанесем ультрабонт. Это грунтовочный препарат для прикрепления искусственного материала к натуральной ногтевой пластине. Тоненько. Вот здесь вообще в один слой можно пройти. Ноготок маленький. Ультрабонт подсушиваем на воздухе в течение минуты. Катя, если нам позволит. Это мы выдержим это время. Если нет, тогда... Ну, давай представим, как будто уже... Как будто минута прошла. И, значит, мы приступаем к следующему этапу. Супербонд гель. Базовое покрытие для классической гелевой системы. Наносим его с отступом от кутикулы. Тонким слоем перекрываем поверхность в центре и проходим по боковым. С одной стороны разворачиваю и с другой. Может, чуть по уши. И сушим. Немного приподниму выше я. Ну, пусть так. Тебе еще можно вот так вот делаешь, смотри, боком. И тебе как бы оттуда закрывают. Да, у меня получается. Я, как всегда, лежу под камерой. Супербонд гель мы сейчас нанесли. И подсушиваем его. Пока материал у нас просыхает, я подготовлю форму. Форма у нас на липкой основе. Форма одноразовая. Длина достаточно большая. Поэтому вот эту чрезмерную длину, запас моделирования для очень длинных ногтей я сразу убираю. Убираю лишнее. Липкие формы. Очень спасибо. Снимаю формы с липкой основы. И обязательно окошечко жесткости подклеиваю. Форма у меня липкая всегда с внутренней стороны. При помощи ножниц разрезаю верхние боковые части по перфорации. И форму нам необходимо установить с значительным вздергиванием, чтобы носик формы был выше, наивыше точки на ногте. Для этого окошко формы в центре нам необходимо углубить. Углубляем его. В случае с таким строением ногтей, когда ноготочки трамплины, форма ставится вслед по направлению роста ногтя. Но для того, чтобы арку в зоне свободного края поперечную нам обеспечить, все-таки я форму буду слегка вздергивать. Завожу в скрученном состоянии под уголочки. Вставляю середину. Верхние боковые части развожу в стороны, фиксирую сбоку пальца. Слегка опуская их ниже уровня пальчика. И далее нижние боковые части склеиваю стык в стык. Склеили, посмотрели в каплю, убедились, что капелька ровная. Развернем сейчас ручку, потому что форма у нас... Буквально на секунду выйдем, может быть, из кадра. Форма у нас совсем ушла в сторону, нам ее необходимо поправить. Разворачиваем. И далее выполняем заужение. Заужение выполняю от ногтевых вростов и двигаюсь снизу. Снизу формочку полностью всю подклеиваю и заужаю. У нас будет свободный край удлинен акригелем, поэтому у нас будет возможность после полимеризации поджать. Катя попросила сделать такой максимальный ноготок поуже, поэтому носик формы я фактически склеила. Чуть-чуть еще подправим. На секунду развернем. Так, готово. Следующим этапом мы с вами приступаем к выкладке свободного края. Свободный край я буду выкладывать сразу же акригель глаз. Это прозрачный материал. Он имеет такую легкую зернистость, легкое замутнение. И за счет этого очень удобно его выкладывать на форме. Его хорошо видно, в отличие от совсем прозрачного материала. Набираю небольшую капельку. Выгружаю форму. Обязательно придерживайте, так как для выкладки акригелем нужны усилия. Воздействие на форму у нас будут. Поэтому форму придерживайте, чтобы она не упала. Подталкиваю к торцу непосредственно, к свободному краю. С одной стороны, с другой. И остаток материала я начинаю распределять по боковым поверхностям. На форме делаем выкладку, опуская слегка с запасом на опил. Эту боковую параллель. Мы ее опускаем немного по косой вниз. Опустили. Сразу слегка под углом. Определили длину. Выкладываем обязательно с запасом на то, чтобы нам нужно опилить. Также открыть толщину торца. Подтягиваю. И также с другой стороны, с запасом на опил, второй боковой параллель. Опускаем. Так. Что он в сторону у меня почему-то смотрит. Ничего страшного. Мы все равно сегодня будем с тобой делать с нуля. Мы сегодня будем Кате переделывать полностью маникюр. Поэтому у нас... Катя в отпуск едет. Боже мой, я в отпуск еду. У нас такой вариант экспресс. Для того, чтобы вы посмотрели работу с материалом. Видите, когда я палочкой ровно распределяю, у меня абсолютно на форме такая ровная поверхность получается покрытие. Очень удобно с акригелем работать. Он не течет. Ничего с ним не происходит. Сушен. Хорошо выкладывается как апельсиновой палочкой, так и кисточкой. Можно работать этим материалом. Если есть необходимость, поджать. Можно поджать, например, при помощи пинцета. Либо пальчиками тыльной стороной. Акригель очень хорошо поджимается. Хорошо держит арку. Вот как только ноготок подсох. Подсушили буквально 30 секунд. Можно подсушить, достать, поджать при необходимости. И вот, когда он остывает, в этот момент он начинает фиксироваться в том положении, в котором вы его хотите сохранить. Вот таким образом. Экспресс-вариант не дождались. Мы даже 30 секунд. Смотрите, можно при помощи пинцета упереться во вросты около ногтевых. И немножечко вот здесь у основания, так как ноготок имеет еще и трапециевидную форму, у основания мы немножечко фиксируем. Зафиксировали. Следующим этапом мы выстраиваем архитектуру на поверхности. Это можно делать любым материалом. Я сейчас буду использовать тот же самый акригель. Набираю капельку материала уже немного больше, чем для свободного края. И выкладываю, выгрыжаю в центр. Формирую такой шарик. И притаптывающими движениями начинаю сначала подталкивать к кутикуле, распределять плавно, без ступеней. Далее начинаю спускать, определять себе границу по боковой линии, к ногтевым вростам спускаюсь. Также с другой стороны акригель имеет свойство принимать температуру тела. И после того, как вы подтоптались по нему, прошлись, у него начинает появляться такой глянцевый блик. Сначала он более матовый, потом становится глянцевый. Да, это рука Екатерины. Это у меня такие маленькие ноготули, трамплинообразные. Да, у Кати очень маленькая ногтевая пластина. Дальше я весь этот материал начинаю стягивать к свободному краю. Можно, вот смотрите, по большому счету, можно даже вот так делать. То есть при желании, когда у вас большая длина, кайф работы с акригелем заключается в том, что вплоть до того, что вы можете смочить очищающим спреем перчатку и быстренько протянуть, дотянуть длину. Особенно, если мы стилет моделируем. Поэтому тут, конечно, очень удобно в работе. На большую длину классно. Естественно, он не течет. То есть совершенно исключается возможность того, что у вас материал куда-то стечет, убежит. Опять-таки, боковую параллельку спускаю. Разворачиваю. Я взяла такое достаточно приличное количество материала. Сейчас я его немножечко потопчусь. Распределю по поверхности. Определим точку апекса. Опять-таки, да, в случае, когда ногтевая пластина маленькая, тоже нужно внимательно к этому подходить. Очень быстро, но архитектурные параметры все-таки сохраняем. Сделали выкладку, сушим. Время полимеризации у нас 2 минуты, пока ноготок просыхает. Вот ты покажи, какие у нас еще акригели есть. Акригели. Цвета. У меня просто не все, наверное, были прям под рукой. Да покажи, какие есть. Карамель цвет. Молочный. Я пооткрываю сейчас, да. Молочный карамель. Кстати, я очень люблю акригель кавер. Именно, наверное, поэтому вы нет у меня под рукой, потому что я постоянно им работаю. Красивый цвет для выкладки ногтевого ложа, для удлинения ногтевого ложа. В французских выкладных френчах я его очень... Красивый? Красивый очень. Я вот сейчас карамель. Очень часто его использую. Что? Когда в помещении достаточно прохладно. У нас в Ростове, к сожалению, достаточно прохладно. Смотрите, молочный. Очень тоже классный цвет такой. Когда в помещении достаточно прохладно, материал становится более плотный. Поэтому по жаре, смотрите, имейте в виду, если в помещении жарко, скоро начнется лето, тоже убирайте его с прямых солнечных лучей. А вот карамель. Который очень классный, плотно пигментированный. Также для выкладных френчах шикарно материал этот подходит. Акригель у нас также представлен. И в баночках. Сейчас я покажу быстренько. Смотрите, вот мой любимый кавер. То, что под рукой. Такой красивый, натурально розовый цвет. Очень я его много использую. На курсах по выкладному френчу мы очень активно им работаем. Акригель уайт. Тоже классный материал. Белый, плотно пигментированный. Пигментированный, не желтит для выкладных френч и для свободного края. Очень удобный, комфортный материал. По свойствам своим также хорошо держит поперечную арку в зоне свободного края. Для выкладного френча, на мой взгляд, вот это сочетание, оно просто самое идеальное, которое только может быть всегда в эфирах. Я их показываю и в основном работаю именно акригелем кавер цветом. Но здесь у нас есть возможность подобрать по цветотипу, по коже, индивидуально для клиента. Так, ноготок у нас, материал подсох. Я нажимаю на форму и снимаю ее движением вниз. Спустила с запасом на опил, боковые параллели у нас были заложены. Материал я обезжириваю по поверхности и уже начинаю пилить. Пилю при помощи пилочки 100 на 180 единиц для искусственных ногтей. Опил начинаю с того, что открываю торец. Торец открываю сразу уже под углом, под наклоном, с раскрытием на себя. Длину мы выстраивали с запасом на опил. После того, как мы открыли толщину торца, мы начинаем опиливать поверхность свободного края. Свободный край опиливаю сразу, начиная с боковой параллели, при этом также сразу смотрю в торец, уложила пилочку на поверхность и пилю по всей боковой поверхности. Слушай, а расскажи про курсы повышения квалификации. Вот такое моделирование после прохождения базового курса с каким интервалом брать, через какое время? Через полгода можно пройти или сразу проходить, или через год? Часто об этом спрашивают. Вы знаете, ориентируйтесь на свои внутренние ощущения, потому что все по-разному. Кому-то нужно какой-то период напилиться, попилить именно классику, попилить коррекции, поработать с клиентами, а потом уже переходить к сложному моделированию. Кто-то сразу по окончанию базовых курсов, без опыта работы бежит, делает и пилит такие сложные более формы. Но если рассуждать и идти от сложного к простому, то тогда и простые вещи будут более восприниматься, скажем так, проще. Поэтому ориентируйтесь только на свои ощущения. Вот кайф вам пилить такие ногти. Но вы только отучились. Ну и что? Идите и пилите. Главное удовольствие получать. Я думаю, что временные рамки здесь вряд ли применимы. Опиливаю в центре, немножко понижаю продольный сгиб. Максимально, видите, даже пальчик фактически не видно. Я стараюсь его перчаткой перекрыть, так как он маленький, чтобы вот этот эффект заноса пилки, он у нас все равно присутствует, этот момент, чтобы по коже не травмировать. Смотрю в центр, смотрю в поперечную арку, в толщину оцениваю на поверхности. Слушай, а у нас в базовый курс входит же акригель работа, да? Работа с акригелем, да. Да, базовый курс. Акригель очень комфортный материал, если вы только начинаете работать. К нему, да, нужно привыкнуть, его нужно помесить, потоптать, посмотреть, как он распределяется, оценить, какую силу давления на него можно оказать. Но вот кайф именно в том, для мастеров, для новичков, в том, что он не течет. То есть удобство в работе, это вообще самый большой козырь, конечно, работы с акригелем. Так, смотрите, мы, в принципе, по поверхности подпилили ноготок. В торец я смотрю, вижу, что у меня толщина достаточная. Доработаю с толщиной торца уже после того, как подниму боковые параллели. Слушай, а еще знаешь, какой вопрос? Вот у нас есть курс повышения квалификации верхней формы. Многие думают, мастера, что вот верхние формы, это вот как раз для нулевых мастеров, что не нужно проходить базовый курс моделирования, а сразу лучше взять верхние формы, потому что, ну, это проще, да? Ответь на этот вопрос, потому что я каждый раз отвечаю, что это не проще, это только визуально вам кажется, что в любом случае сначала базовый курс моделирования, а потом верхние формы, какими бы они простыми вам ни казались. Смотрите, по поводу простоты, да, все, что нам действительно на первый взгляд кажется, что это просто, не факт, что это просто на деле. В чем смысл вообще базового курса, базового моделирования? Это классическое моделирование, это классическое понятие архитектуры. И эту архитектуру вы сначала должны научиться выстраивать самостоятельно, самостоятельно. И только после того, как у вас сложится в голове архитектура четкая, правильный опил, построение всех параметров, только после этого можно начинать работать с верхними формами. Потому что вот буквально даже в этом году был конкурс, и хотели на конкурс ввести номинацию по именам, по верхним формам. Очень сложно оценивать их, очень сложные критерии оценки, потому что все-таки это не классическое моделирование. Мастер должен сначала навыки классики освоить, и только потом уже приступать к одним… Это как бы одна из техник, один из видов. Но классику все-таки никуда не деть. Классика должна быть классикой. Потому что верхние формы, еще раз повторюсь, это один из вариантов. Мы не можем абсолютно всем клиентам взять и поставить верхние формы. Они не всем подходят. Есть определенные особенности, когда верхнюю форму просто не получится качественно поставить и выполнить качественное моделирование. А мастер, он все-таки должен работать по показаниям, исходя из потребностей прежде всего клиента. Этому можно научиться только лишь на базовом курсе по моделированию. Сокрашен я вот так оранжевую. Да, по кройку сейчас дотяну чуть-чуть. А я как раз посмотрю. Я просто все думаю, покрыть мне ногти полностью оранжевым или покрыть мне ногти вот этим голубым. Я хочу оранжевый. Я сейчас как раз посмотрю, как выглядит однотон. Однотон. А что, прикольно, такие яркие цвета, как мой импульс. Просто от кутикулы до свободного края огромная длина. И это уже красиво. Тут же четверочку мы решили все-таки, да, не 7 единиц. Не скажем, что здесь огромная длина, но длина присутствует. Сейчас у нас все равно свободный край превышает даже ногтевое ложе по длине. Так, ну все, допилили. Я, между прочим, Катя, если ты обратила внимание, сейчас даже перфекционистом не страдаю своим присущим. Прямо это очень быстро. Да. Прямой эфир люди не могут смотреть долго. Поэтому если прямой эфир идет до 30 минут, это прекрасно. Прекрасно. Шлифую в зоне кутикулы. Выравниваю поверхность. Обязательно в комментариях здесь пишите все ваши вопросы. Юля вечером ответит на все вопросы в комментариях. Да, Юля, не забудем? Обязательно, не забуду. Поэтому заходите вечером, обязательно пишите все комментарии. Вид сверху, вид сбоку. Видите, при виде сбоку, в чем смысл пайпа салонова, в том, что при виде сбоку он кажется острым, абсолютно острым. Вот так. А при виде сверху, это такая миндалевидная форма ногтя. Если мы длину уберем чуть покороче, у нас получится уже, скажем так, овал даже. Если один ноготок столько пилить, сколько же пилить 10 пальцев? Ну, блин, один ноготь, конечно, пилить дольше, чем... Конечно, вы, когда с 10 пальцами работаете, соответственно, вы работаете конвейером. Пока вы один наносите, у вас другой уже сушится. А здесь мы сидим и ждем, пока просохнет база, пока просохнет материал, пока пилим. Плюс вы не забывайте тот факт, что все равно в эфире мы же разговариваем, что-то показываем. Это всегда гораздо дольше один делать, чем 10. Вообще стандартно, меня очень часто спрашивают, а выкладные френчи? А сколько нужно времени на то, чтобы там все 10 пальцев? Когда вы делаете сложное моделирование с большой длиной, ну, 3 часа с покрытием, с дизайном, это, в принципе, время, которое клиент может выдержать, ну, понимая, зачем он идет, да, понимая, за какими ногтями он, собственно говоря, пришел. Девочки, коллекция «Май импульс». Я влажной салфеткой прошла, убрала опилу, сейчас убираю, ну, пыль и с внутренней стороны, и с поверхности ногтевой пластины подсохнет ноготок. Кстати, вот очень классно еще на прозрачных ногтях, на таких, использовать дизайны, вот черно-белые, цветочные принты. О, кстати, можно? Да мы его помогли. Он такой старенький, я его так люблю. Я просто для примера, можно тот же самый и стемпинг использовать, то есть у вас ноготок прозрачный, а сверху какой-то дизайн, какая-то декорация, черно-белые варианты смотрятся просто, там, черные, красные, синие, любые. Сейчас в стемпинге, да, что там, сетки такое актуальное. Нет, давай покрывай оранжевые. Я просто в клубе сегодня показала классный эфир, там, куча цветов от кутикулы до свободного края жестовской техники. Я вот сижу и думаю, мне это жестово рисовать себе на оранжевых ногтях или на желтых? Сейчас вот ты не покрываешь, и теперь я понимаю, что я хочу оранжевые ногти. Блин. Какой кайф. Коллекция Маинпус. Весна-лето 2022. У нас уже в следующий понедельник, вторник, лето наступает. И, наконец, мы все-таки, я надеюсь, разденемся до шорт, до юбочек. Я вот еду в отпуск, еду на море. Конечно же, выбор падает на какие оттенки. Яркие. Дизайн у меня будет цветочный. Коллекция летняя, очень красивые цвета. Причем кайф в том, что они вообще абсолютно все сочетаются. Да, если не можете выбрать, я прям рекомендую брать все цвета наносить. Или, например, вот эту четверку. Я люблю четыре цвета. 368, 369, 370 и 379. Вот этот вариант. Да, вот такой там мизинчик, безымянный, средний, указательный. Большой, например, опять зелененький. Классно. Ну, такое, лето, лето. Хочется летнего настроения и красивых летних оттенков. Катай второй слой покрою. Опять такие экспрессоры. Девочки пишут, коллекция просто потрясающая. Да, мы четыре оттенка из этой коллекции даже поставили сейчас в базовый ассортимент. Потому что цвета потрясающая. И прям не хватало нам вот такого желтого, вот такого оранжевого. Особенно голубой я просто. Причем у нас в декабре выходил голубой, но он был более темный для зимы. Тоже сочный, красивый. Этот более чистый. 371. Катя, я не буду под кутикулу подзаводить. Давай, не буду. Будем спиливать. Давай, не буду. О, боже, как красиво. Хочу просто оранжевые нутки. Очень красивые цвета. Сочные, летние. Ой, под тропические наши декорации, под фрукты. Вообще просто огонь. Ультрашайна? Ультрашайна, конечно. На жесткую гелевую систему. Ультрашайна. Супер блеск. Долго блестят ноготки. На коррекцию приходит клиент с супер блестящими, не зацарапанными. На гель-лак тоже ультрашайна. Можно на гель-лак, но с хорошим укреплением. Слушай, ну сейчас, мне кажется, без укрепления гель-лак уже никто не делает. Ну да, просто так, чтобы кто-то намазал и пошел. Нет, конечно. Если более-менее ногти смоделированы гель-лаком, то ультрашайна шикарно держится. Просто он горячий, имейте в виду. Но опять-таки горячий, все от чувствительности зависит. Кому-то горячо. Да, можно первые 2 секунды прервать полимеризацию и потом продолжить. Буквально нажать и включить кнопку. Этого будет более чем достаточно. Какой цвет, любимый. Какой любимый? У меня вот этот вот. Это же я тестирую сейчас здесь материал. И не знала, что нанести. Говорю, нанеси мне голубой под глянец. И просто я влюбилась. Хотя я, в принципе, вот если по цветотипу, да, мои цвета, это все-таки вот, 366. То есть это вообще такая вкуснючая такая ягодная тематика. Это мои цвета, просто у меня все там фуксия, малиновый, розовый, любые оттенки. Причем он должен был у меня быть шиммером. Я его очень долго колеровала, вот этот потон. Это цвет понтона. Если вы посмотрите, понтон цвета, и там есть вот такое оттенок. Они даже в таком сочетании офигенно смотрятся. То есть если сочетать их... Я его колеровала прям под понтон. Единственное, я его хотела сделать с шиммером, но потом передумали. Вот его классно пайп показывать именно сбоку. Да, при взгляде тоже не до разверну. Вот так вот, чтобы видно было именно боковую параллель и видно было угол наклона по торцу. Все, всем спасибо большое за внимание. Всем пока-пока.